Это понятное дело. Почему Минески сейчас не взяли, потому что они блокировали как раз-таки пик УД. Тут все логично. Почему Вичи так не хотят с этим персонажем играть? Непонятно. Конечно, есть УД. Это круто, но, тем не менее, против Омника опять никакого диспола не набрали. Но УД, в принципе, может пробивать и так. Так, и кого? Абаддона запомнили. Абаддон. Абаддон. И это... Опа! Да, жесткий, жесткий. Нормально. Здорово. Ну, я не знаю, почему я сказал этого героя. Мне просто повезло, если честно. Потому что его апнули. Он вешает минус броню по ДСФ, что очень приятно. По ТБ, что очень приятно. У него есть стан, что очень неприятно для того же. Ну, да, да. У Минески можно о солнече не выдумывать. Это хорошие скиллы. Это хорошие скиллы. Металл андерворда, я думаю, и все нормально будет. Что мне делать с вами на этом? Как его находить и сразу сайленсить? Как его находить? Есть Никс, который скаутит. Есть два сайленса в команде. Один у ДП, один, собственно, у Дизраптора. А может панду пивную взять? Для АССС и покатить на бочке. Это будет достойное завершение. Да, это его любимая тема. Иллюзии ТБ сбриваешь, развлекаешь. Слардар и Диспл со своих санимей же. Да, ну, наверное, да. Почему бы и нет? Все, Егорыч разошелся. По-любому сейчас будет брюмастер. Да нет, но брюмастер, он как-то смотрится, смотрится. Ну, простая, если что, любит на этом исполнять. Да. А просто я не представляю, как Торреблейд, что-то демоном, как-то напрягают этого парня на линии. Мне кажется, что слишком жирно для вещей, с точки зрения того, что им нужно нереальное количество фарма. Может, снести им просто. Самый дефолтный какой-нибудь, Бэтрайдер. Он в бане? Нет. Вот, все. Бэтрайдер тоже ставлю лайк. Я Бэтрайдеру против Торреблейда уже там какую игру подряд ставлю лайк, но он не появляется, не появляется, не появляется. Скручивают лайки. Опять. Ну, 40 секунд до взрыва. Время есть. Тайп, здравствуйте. 85 процентов. Да, это та самая игра, которую должен был лост кометить, но нет. Да, ну, простите. Не знаю, Бэтрайдеры и Панда были посильнее, как по мне. Егор. А я уже не помню пик. Вот у нас убрали пик, я не помню. Я за Вичи до сих пор, уже со второй игры. Я за Минерски. А, Минерски украли ОД. Вот, ОД было круто, я за них. Шикарно. Отправляемся к Вилату и Гарханту. Великолепно. Как много разных мнений у нас. Это хорошо, что аналитики не сходятся в мнении. Один стоит на Минерски, второй стоит на Вичи. Егор забыл. Не полный пик. Ну, бывает. Ну, блин, реально там понапик или что-то 10 героев. Я за Тейтхантера, например. Я хочу, чтобы Тейтхантер жарил. Это круто. Ты сказал вот еще на первой стадии, что Террор Блейд появился, значит, все, победа. Ну да, там Вичи гейминг психанули на самом деле. И ТБ, и Омник, это уже перебор. Это слишком хорошо, чтобы нормальная команда это пикнула. Так обычно своими друзьями не обходится ВТБ, Омник. А тут Ланэм, друзья, ребят, ну зачем так? В общем, классные пики. Третья карта. Это полуфинал Винеров. Напомним, команда, которая выигрывает, попадает минимум в топ-3. Выходит в финал Винеров. Команда, которая проигрывает, падает в Best of 1 против Virtus.pro. Это как, я не знаю, как в пропасть с медведями попасть. Такие, которые тебя сходу разрывают. Медведи же оказались в пропасти. Кто-то их туда скинул. Ну, лошадка на полном скаку опрокинула медвежонка. Бывает и такой. Медвежонок просто был не выспавшийся в тот момент. И лошадка его так боднула и так далее. Потом медвежонок выспался и уже начал. Лошадка, если что, тоже спустилась и снова разгоняет. Да, ты знаешь, мы комментировали Liquid Virtus.pro. И я говорил о том, что хотелось бы увидеть матч этих команд еще раз. Вероятность этого крайне высока на самом деле. Ну что ж, Tide Hunter, Nyx, OD, Disruptor и Test Prophet против Vichy Gaming. Да, я, конечно, за Tide болею, потому что это очень красивый герой. Подожди, помимо всего этого, он минус 85% дэмэджи ТБ делает. Прикольно. Если ты не в курсе. Прикольно. Анчурсмэш, Талантик, запрыгнул, подрезал, там весь урон белый. Очень круто. И все, вообще ничего не наносит. Да, это очень круто на самом деле. Прям невероятно круто. Но нет, Terrorblade это, конечно, хорошо. Но тут и кроме Terrorblade есть кому играть. Есть, опять-таки, сложно решаемая проблема в виде Omni Knight. Есть очень классный саппорт. Есть вот тот самый Slardar, который мне очень нравится. Который почему-то довольно редко появляется. Ну и SF-чик в миде. Не знаю, мне кажется, Slardar со временем будет чаще у нас на экранах. Все-таки герой действительно очень сильный. Чаще его стараются пикать сейчас под стратегией минус армора. Через коррозив хейс играть. Здесь есть SF. Разница в мувспиде будет неплохая. Потому что у врага мувспид пониженный под дегенауры. А ты на спринте несешься и можешь догонять и убивать. Опять же, здесь Никсу не так просто будет. Подсвеченный уже ни вендетту, ни смотаться. Ничего. Единственное, что даст и надо при себе иметь, чтобы начать атаку. Дальше посмотрим. Ну что, баунтируны по две. Без всякой бой не обойдемся на старте. Ну, мы уже с тобой определили, что эти команды драться начинают на минуте 50. На что папарацци начинает готовиться к турниру 1 на 1. Сразу после этой карты ему играть на SF против Сайлора. Он уже готовится. Прям серьезно-серьезно готовится. Будет против Сайлора. Ну, против Сайлора он явный, конечно, фаворит. Папарацци все-таки действующий чемпион турнира 1 на 1 на даке. Ровно год назад это было. Вы помните, он выиграл в финале у С-Трипл-Си. Ну и стоит против Мона. Папарацци Мон. Ори на непривычной последнее время для себя роли на единичке. Играет на Трэрблэйде. Но тут, наверное, это больше связано с тем, что хотели взять SF. А папарацци на SF действительно хорош. Желовато сейчас без Клокверка прийти без душ. Хотя, я так понимаю, с ластхитом проблем не должно быть. Помогает ему здесь Ланэм набрать. Стартовый буст, скажем так. Ну и можно сейчас еще один танчик кинуть. Не получается ластхитить. Потому что на хайграунде стоят крепочки, миссы идут. Да, ну и увесит и тычка, опять же, Банши. Мешает очень сильным. Ну, Ланэм всячески помогает. Здесь, конечно, отзонил поначалу от папарацци и двух героев. Но сейчас мы видим уже не так весело. И надо будет сейчас отъедаться по-немножку этому SF. Очень классно, наверное, использовать. Мне, конечно, классно, конечно. Потому что кушать, ну, скушал сейчас одно танго. Да, это ненадолго хватит. Вот в итоге отпевает он фласку. 3-1 крипстат. Нужно набрать действительно души. Тальше тело пойдут попроще. Да, и саппорт отсюда. Скоро поубегает. Снизу у нас муши на Девавреля. На героя, на котором он за свою жизнь сыграл миллион матчей. Ну и против него Финрир и Ори. Финрир, шедоу-демон. Кстати, у муши могут быть проблемы. Будет ли станчик, есть станчик. Что по форме Ори. Вказа медленнее. Ну вот она, форма пошла, и можно расстреливать здесь муши. Астра он уже вот потратил сейчас. Но не на того, как мне кажется, надо было прятать. Ой, хорошо. Файр уходит. Великолепно сыграно от муши. Но тут Ори не докликал. Тут явно не докликал Ори. Он стоял на линии. Ему надо было чуть левее сместиться. Прямо в лицо пойти муши и попытаться его побить поближе. Но он решил, что демеджа хватит. Учитывая, что там еще и шедоу-демон помогает. Но в итоге мужи выживает. А это форма Тирблэйда потрачено в холостую. Папарацци 9-2. Опять два, тем временем, у ДП. Прекрасно. Ну и Тайтхантер там понятно все. На самом деле, дикое противостояние. Тайтхантер против Омни на это. Посмотреть бы. Это каком не противобадонам. Мы когда-то наблюдали. Как муши, но на этот раз уже не уйдет никуда. Муши не должен он ходить. Муши, да. Все-таки погибает. Фенрир и Ланэм. Два саппорта. Там, кстати, Ланэм может и погибнуть. Да, погибает Ланэм. Все-таки крипочки его били. Настрелил ему по спине саппорт Минески. И в итоге Слардар тоже отправляется в таверну. Да, противостояние, конечно, интересное. Левен против Айсайсайса. Ни тому, ни тому ничего здесь не грозит. Просто должны ластхить крипов по максимуму. Чуть труднее должно быть и Левену, потому что он чертсмешем. Дэмэдж все-таки срезается ему. И может Айсайсайсай здесь больше доняет. Но это со временем. Сейчас что-то проапается, когда Тайтхантер с маной проблемы. Ну, а пока вот так. Бегать, пюрификейшн какой-то там бросать на себя под Тайтхантером. Короче, и одному, и второму вообще как бы плевать на происходящее на этой линии. Главное бить крипов. На соперника можно особо внимания не обращать. Ну, и мы видим, ровно идут 15-4, 13-1. Приблизительно так дальше они и будут идти в мид-линии. Тоже все ровненько. И вот только у Муши проблемы. Вот мы видим, Лисочек он вынужден подфармивать. По 16 копеечек зарабатывать. Делать сейчас дабл-пул сюда. Это, конечно, неприятно. Что-то довольно часто у Муши проблемы. Он на гирокоптере испытывал проблемы две карты подряд. Сейчас сел на ОД и опять проблемы. Ну, блин, у ОД нет такой камбэк-механики, как у гирокоптера. Гирокоптер набирает какие-то там средние вещи. Ну, простые вещи на статы. Ему намного проще фармить. Он стаки может фармить. У Дестройера. Не так легко. У Деваруэра, простите меня, пожалуйста. Это неправильное название героя. Так, папарацци. Папарацци. 15-7, 15-10. Ори на Террблэде. Ланэм. Есть танчик. Успел один сифончик вон заюзать. Все нормально. Больно Ланэм. И в итоге джаб скопнул Ланэм. Ланэм проседает очень сильно. Дэмэджа не хватит по нему. Ну, хороший был выход. Третьи бы Кайлы. И было бы, наверное, попроще. Смогли бы справиться. Но пока не хватает, конечно, урона. Ори четвертый уровень получил. Помогают здесь ТБ. 16 на 11. Очень много днаев. С учетом того, что это оффлейн-линия. 12-2. Часть лесных хрипов при этом у Муши. Так что у Ори здесь все просто замечательно. Ну да, да. Мы видели там у Муши хрипы по 16 копеек и так далее. То есть тут не особо хорошо. Повторимся еще раз. Идут дела у Девурера. Ну, пока здесь нет Ланэма на Слардаре. Да, бояться Муши за свою жизнь, наверное, не стоит. А вот как только будет Ланэм, как только будет шедоу-демоны Ланэм, он Ланэм там уже с леса забегает. Если Муши подставится, будет неприятно. Справился. Папорация или живой? Не, не, не. 7 хитпоинтов остается. И можно отправляться на шрайн. Как раз 5-10. Он зарядился. И можно вернуться на линию с телекорта. Далековато сейчас, Муши далековато. Вот сейчас, вот сейчас. Ах, потерял момент Фенрир. Можно было ловить. А не стремно ли? Почему стремно? Залазить. Ланэм выбежит до 100, но есть форма. Три удара, Муши погибает. Но тут уже и джабс. Тут еще и джабс, да. Но мне кажется, драку все равно выиграть Вичи Гейминг. Спалили, спалили, спалили. Спалили Ланэм, по-моему. Хвост торчит. Прога мне пока, мне кажется, что там иллюзию видели. Ну, не просто даже майковали. Хотя, ладно. А может, видят то, что быкует очень так целенаправленно идут, давятся. И понимая то, что рядом где-то должен быть Ланэм, с учетом того, что его на других линиях нет. Да, да, да. Там уже маякнул у нас Никс. Говорит, да ладно, там точно кто-то тусуется. Появился шестой левел от Айдхантера. Папарацци в миде. Ну, будет ли хелпа? Вот она хелпа. Шедоу демон успеет ли спрятать? Нет, не успевает никого спрятать. Шедоу демон опаздывает. Бумально на полсекундочки. Ну и попытается с нинджабуги разобраться. Нинджабуги делает единственное правильное решение в этой ситуации. ТПА домой. Дизрапшин потрачен, да. Нечего бояться. Просто улетай. Все правильно сделал. Быстро среагировал. Так, ну и Муша, слушай, потихонечку начинает набирать. Медленно, но уверенно идет. Динаев, конечно, по-прежнему очень много у Ори. Встреча. Ланэм начинает расстреливать. Урона здесь много. Наверное. А кому станчик давать? Да некому станчик давать. Надо разбегаться отсюда. Пока он там дойдет до ОД. Ну вот в тот момент, когда пытались поймать Муша и стоял в лесу Ланэм, чуть ли не две пачки хелпа полностью Муша убил, пытались его вытянуть на себя. В итоге на себя не вытянут, не вытянули, но и дали неплохо Девуару поформить. Муша, Муша хорошо. Муша быстро, быстро догнал своих соперников. Ну, действительно, там отставание нашей скрипового Террор Блейда, это абсолютно не принципиально. Ну, как бы под вышечкой сейчас чуть-чуть подформить тоже. Пока суперспокойная игра. На самом деле, случились там вот эти четыре фрага. В самом начале фактически никак они глобально не влияют на матч. Но скоро появится шестой левел у Никса, появится Корозивхейзу Ланэма. Вот это вот очень хороший пул пачкой крипов, которая погибает в лесу, не получает за нее ничего Муши. И продолжает под вышкой стоять здесь ТБ. Катапульта есть, она на себе крипчиков все поддержит, так что далеко никто не уйдет. Присосались. Папарацци, есть Глинт назад. А почему он не спрятал папарацци? Мне кажется, надо было прятать папарацци. А потому что иначе бы оказался здесь Джабс, и они бы в любом случае его забирали. Так что тут, наверное, было не спасти. Уходит отсюда снова Дезераптор, опять Телепорт, сбивать нечем. Ну и в очередной раз погибает СФ 30 на 10. Проигрывает по дунаям, при этом погиб уже два раза. И сейчас опять набивает души. Неприятно. Так, тут Доминатор у нас Тайтхантера, бегает с ним Сатир. Доминатор у Тайтхантера. Ну это издевательство, ты посмотри на его ХП Регин, когда к нему подходит Сатир. Ну это весело. Ну 14 без Сатира, с Сатиром 21, 22 считай. То он как патроны Регина ходит, вот вообще невозможно пробить. Собирает баунти, все у него замечательно. Да. Слушай, прикольный ему на самом деле. И он просто бегает где-то за тобой, и понятное дело, что никакой Мнинайт его не убьет. Слабость это представляет, только если пойдет его там куда-то через атаку, отправит папарацци, но третий раз подряд, ой, ну это совсем уже печально. Вот это уже совсем печально, и не разменивается опять папарацци. Надо свапаться линиями. Я не знаю, что делать, но СФ отправлять на центральную нельзя. Ланэм особо ничем помочь-то не может, даже если он добегает, мне кажется, не хватит стана, чтобы сифон порвать, и всегда есть глимс. А помешать дезераптору он точно не может. В итоге третий раз в таверне СФ. Ему сейчас возвращаться сюда еще и пешком, скорее всего. Не фармит, только умирает. Да, ну и надо что-то придумывать. Я уверен, конечно, что Вичи что-то придумает, но полностью переориентировать себя на террорблейда будет немножко тяжеловато, потому что, ну, как ты уже сказал, тут есть тайтхантер, и против террорблейда тут есть чем играть. Нужна еще вторая сила, нужен однозначный СФ, но СФ пока выглядит такой вот булочкой, сладенькой-сладенькой булочкой. Так, Ланэм, есть глимс, Ланэм, станчик, но Ланэм и не убить. Это вам не СФ. У этого парня... Там филд нужен был. Если бы филд был, то убили бы, наверное, его. Мана не хватало у дезераптора, я так понимаю, вот сейчас он отопивается. Стало все в порядке. Так, ну что, можно фармить? Очень интересно тут у ребят. Да, да, да. Битва титанов, вот это, неубиваемых. Ну, нормально, нормально все. То льда, льда, льда. Ну, топ один под этот ворсу, если что, на карте. Он сейчас еще пак крипов к нему подходит, он не стесняясь будет его забирать. Он и аркангутцы, заливает и сатиру ману, и себе, и спокойненько своим дружаней, скажем так, фармит. Говорит, что ты хочешь? Давай драться. Ну, интересно, серьезно, просто неинтересно. Он, черт сможешь, хочешь? Сейчас, на, получай. Интересная битва. Ну, к сожалению, ни Eleven этого не чувствует, то, что он сейчас полификейчен еще раз на себя нажмет. Ни Ice Ice Ice. Ты знаешь, драка ради удовольствия, нежели чтобы получить какой-то результат. Ну, да, 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 это так чисто. Пацаны сели в Mortal Kombat поиграть друг с другом. Или в Injustice, или во что мы там сегодня шпили. Я не знаю. Injustice, Injustice. Ну, ты нечестно играл, как бы ты сам понимаешь. Ну, понятное дело, я нечестно играл. Так, Moon в миде, Fenrir пытается убить, Fenrir прячет Moon, тут же Eleven, будет Purification по Moon, и половина здоровья Moon потерял. Ну, это он стянул сюда Eleven, это означает то, что Tide Hunter сейчас пушит вышку на топе, моментально просто, потому что если никто не будет убивать крипчиков, вот она падает, конечно же. А Ice Ice тут, не теряя времени, с катапульты тут же перешел в атаку. Эээ, Сатира предал, ну ладно, окей. Ну, потом заберет, наверное. Или не предал, я... Предал-предал Сатира. Ну, ладно, ладно, ладно. Ничего страшного, вынужден был, а мне надо переместиться, и мы понимаем, что как только он пропадает, сразу же моментально реализовывает его отсутствие на линии Ice Ice Ice, и он продолжает толкать. Он уже там Т2 бьет, он понимает, что ему сейчас вообще никто ничего не сделает. Ему реально вся команда Вичи геймеров лететь, ничего не сделает. Надо лететь туда, надо делать хоть и телефон. А что ты ему сделаешь? Да, делаешь что угодно, просто мешаем убить, потому что терять Т2 на 12-й минуте, это перебор. Eleven отступает, ну вот, прилетает туда ТБ, хоть что-то. Хотя Ice Ice Ice, по-моему, это не особо смущает. В две катапульты он продолжает работать по вышке. Он подъехал, начинает бить, там хотя бы Денай, наверное, будет. Ну, против двух катапультов сложно. Ланэм пытается уйти, ультимейт Муши потратил, Ланэм уходит, Ланэм уходит, его не убили, пытается спрятаться за елкой. Может еще подстанет, Eleven за счет Дегенауры не дает Муши далеко убежать. Ланэм дальше, едва живой, есть подкоп, Ланэм, есть подхил вовремя, Папарацци уже здесь. На два Кайла Муши сейчас не стоит, только на один, да, вот один, вот дальний, и это минус Муши, прекрасно. Хороший фраг для Eleven, но в идеале, конечно, надо было отдать Папарацци, потому что у него как-то проблематично все, выход. Пошел Реведж, ставится статик шторм, пытаются не дать свапнуть хитпоинта, Мори, свап хп, но неровно поставил. И в итоге Ice 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 здесь должен погибать, да, но это ошибка. Это ошибка Дезераптора, он должен был накрывать так, чтобы ни в коем случае не мог свапнуться хитпоинтами здесь ТБ. А кто вышку забрал, можно, потому что я не увидел, кто забрал вышку Силы Света, Крипы забрали, ну вот эти две тележки и забрали. Нормально. Все, все, окей, все по плану. Что за план Капкан, скажи им, Жан, да это не твоя база, друг. Но он, думаю, в курсе, да у него нет-то пока разницы. Тут и надо было идти куда-то лесами мансить, может, нейтралом бы где-то отдался. Ну вот два фрага, три фрага делают сейчас важных вещей, выходит вперед. Муши, Муши, после того, как его убили, хочет дать сдачи, Eleven пошел душить Муши. И прилетает сюда Ice, Ice, Ice. Две вышки на топе забрал, пойдет на нижней линии делать то же самое, наверное. Появляется Коррозив Хейс, против Тайтхантера не так хорошо работает, все-таки Крикеншилл имеется. Так, не добрался, Никс. Протягивал свои коротенькие лапки уже к курьеру, но... Ничего не вышло. Фейзы, появляются Омника, еще больше разницы в мувспиде. Слушай, три вышки уже забрали Минески. А преимущества-то всего в тысячу? Да, да. Мало, мало. Это не очень прикольно, но вот под четвертую уже подошел Ice, Ice, опять видит Eleven. Eleven говорит, да как же ты мне надоел. Пойди куда-то в лес, что ли. Чего ж ты прицепился-то ко мне? В лес, ну, хочешь, когда у тебя все плохо, когда у тебя все хорошо, ты на линии стоишь. Eleven не сделал Тайтхантеру плохо, поэтому Тайтхантер наглей. Все, честно. Eleven тоже с Доминатором играет? Ну, почему бы и нет. Они решили просто рофлить, вот эта битва... Ну, в смысле, это... Доминатор это круто. Ну, вообще, Грифсы это круто, когда ты играешь против Банши. А ну, потом, может быть, появится. Доминатор это круче. Доминатор это круче. Доминатор это вот для начала игры. Понял. Айтем на разгон? Ну, типа того, да, типа того. Ладно, что, у двух Доминатор это прикольно. Бегают, крепочки какие-то есть, переманивают, и Папараццо пытается взорвать Нинджамбуги. И у него это получается. Папараццо делает камбэк в эту игру. Начал он с плохой-плохой статистики. Трижды подряд его убивали. Уже мы видим 4-3 у него. Есть стрик. Забрал еще к тому же руну. Ну, и Папараццо догнал уже Муна. Нельзя так этого дёрстся. Нельзя, нельзя давать окурсу. 125. Что за дела? Капуста. А, нет, он не отдал. Он переманил. Прекрасно. Прекрасно сыгранное лево. Дикарь-дикарь переманил крипа, и в итоге мы видим копеечки. Там были Мун. Ой, далековато, Мун. Далековато. Поймали его здесь. Мун огромные проблемы. Пытается он как-то еще убежать, но сифоны тут ему не помогут. Ну, куда же ты пошел, братюня? Это слишком далеко. Он занаглел. Не знаю, как они планировали убивать. Левен преследовал, но Филд его останавливает. И на этом как бы все. Джабс шестого уровня. Двиндетты 10 секунд. Хорошо, что он не видит их, иначе был бы Коррозив Хейс. Они выходят с Финриром. Вот она встреча. Станом не попадает. Коррозив повесил. Такого сейчас глимсонут. Сейчас попытаются убить. Нет смысла глимсовать. Тут уже целая движуха. Муши. Муши. Хорошо. Накрыли Левена. Есть сейв от Финрира. Левен сейчас появится. Побежал дальше Левен. Вот он репел. Джабс в инвизе просто уходит. Как же хорошо. Они отжали их. Просто отогнали. Но тут вышку могут забрать. Ори подтянулся. Крепочки имеются. Ранджовые орудуют захваченные. Перепещик. Будет драка. Будет драка. Сюда ТП Цаймун. Сейчас будет тут замес. Лютый Джабс. Будет ли начинать с Ори. Джабс начинает с Ори с подкопа. Тут же Гашик. Тут же Реведж. Посмотрим, что будет дальше. Хватит ли демеджа на Ори. Да, хватает демеджа на Ори. Ну и теперь пацаны. Каждый сам за себя. Потому что плывет. Мы видим Айсайсайс. И это страшная. Страшная мощь. Да. Финрира пытались подсейвить. Рапа на него бросили. Но отличный бодиблок от Айсайсайса. И Финрира отправится вслед за Ори. Даблкилл от Муно. Замечательно сыграно. Ну и можно идти пушить. Готов танковать здесь Айсайсайс. Вышка ему ничего практически не наносит. Да. Но и вот крепочки. Экзорцизм. Этого должно быть более чем достаточно. Чтобы сравнять ты один с землей. Четвертая вышка уже в активе команды Минески. На вторую вышку на этой линии они не пойдут. Опять чуть-чуть вышли они вперед. После этого даблкилла от Муно. И после того, как забрали вышечку. И появляется Юлс Скиптеров Дивинити у ДП. Ну а этот понятно. Этот понятно что делать. Слушай, Айсайсайс не отступает. Решил там ДД2 продавить. Дайте мне еще одну тележку, говорит Айсайсайсайс. Я знаю что с ними делать. Потому что он и так потихонечку. Знаешь, ложкой конечно ковыряет Эзотавр. Так, ну отступить. Тут ШД. Нас тут провожают Элевена. Тут тоже с катапульты. Пяти доминаторы. Я вот представляю уже пятерых с доминаторами. Все с катапультами едут в атаку. Это же такая рвань. Да. И еще один из них инвокер, который Аллакрити бросает. И прям у катапульты там за два залпа сносят в любую вышку. Кстати, интересная стратегия. Повязайте в своем побеге. Не надо, пожалуйста. Пожалуйста, повязайте. Желательно, когда вы с Витей в команде попадетесь. Ну, спасибо. Типа мало сейчас того, что юзают. Надо еще что-то добавить. Да, да, именно так. Окей, Джабс получил коррозию Хейз. Не так ему весело сейчас будет. Надо в виндете издалека забегать, скажем так. Потому что постоянно будет светить Слардар пытаться. У СФ-чека. Вот мы едем. Это первая вышка, получается. Да, это первая вышка, которую забрали Вичи. И сразу выходит вперед по деньгам. При том, что по вышкам они 4-1 проигрывают. Вот там Кентавры Левеновский бежит. Рядом Фенрир. Есть уже даже и Станчики. Не считая Слардара, уже хорошо. Так, сейчас будет что-то интересное возле Шрайна, скорее всего. Потому что там параллельным курсом бежит Джабс. Будет ли он кого-то подрезать, скажем так. Ну, Курьер. Ай, хорошо. Прекрасно, Яша. Это Яша. Это Яша. И параллельно покупается Мека на Тайтхантера. Хороший выбор. Всегда может клацнуть, но он, чтобы маны хватало. Дубль демидж нам французским языком говорит. Мун, Death Prophet. На француженка? Ну да, да. У нее такой французский акцент. Вообще похоже на француженку. Да, похоже на француженку. На мертвую француженку похоже. Никогда не видел. Мертвых француженок? И слава богу. Ну, наверное, да. Наверное, да. Это хорошо. Так. Мун. Дмит прилетает. Вместе с командой сейчас будет кто-то выходить. Там в смолке уже идут Вичи Гейминг сверху. Вот они Вичи Гейминг. Ланэм пока без блинка. Сложно-сложно ловить. Никого не смогли спрямовать. Еще могут найти, кстати, если задержатся здесь ОД. А там, куда пошел. А долго же. Ну, коротень, коротень. Хейс. Коротень, коротень, коротень. Хейс, коротень, коротень. Хейс, коротень. Нормально. Вот подходит. Ой, 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 ой. Подходит пошел Сайланд. Сайланд. Сайланд, статик, шторм ставится. Глимсанули назад. Папарацци, но он уже в БКБ. Джабс. Быстро зафокусили. Выключили Омни Найт. Это уже неплохо. Экзорцизм работает. Тайдхантер может быть на развороте. Есть еще реверч. Есть еще реверч. А то, пакет. Рассыпаться. Рассыпаться. Ну, и сейчас идти бить Рошана. Большие. Нет, надо идти бить Рошана. Команде Вич и Гейминг. Появится. У реверч есть. Страшно, опять же. Вот зайдет, даст. БКБ тоже потратил. Да, блин. Ну, дота игра такая. Там всегда страшно, что тебя могут убить. Ну, если ты не хрос с тремя рапирами. Если ты не Айсесса. Айсесса вообще никогда не страшно, да? Ему-то вообще не страшно. Он не переживает по этому поводу. Его быстро убить не выйдет. А вот остальным страшно. Того же ОД если поймают, будет печально. Так, смотрим дальше за игрой. Двадцатая минута. Счет 8-7. Кстати, намного более спокойный матч мы с вами наблюдаем. Чем это было на первой и второй карте. Там было больше фрагов, больше экшн. И вот он, блин, Кула нема. Вот это должно поменять немножечко игру. Потому что есть возможности инициировать намного-много круче, чем это было до этого То есть не только Disruption Fenrir Сейчас просто Ланэ может в соло впрыгивать и начинать экшен На любой точке карты Blink Dagger приобретает муши параллельно на Outworld Devourer Айс, 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 будет ли замедление? Он просто уплывает Просто уплывает Я заметил некоторую особенность на этом турнире Что игроки команд, которые из-за таунта, обычно проигрывают игры Не знаю, есть подкоп, подвоими плохо Подходит сюда ОД, будет ли Рэвидж, хороший статик Шторм Пошел на черт смеш, дэвидж подрезали ОД ультимейтным выключает Омни Найта из файта Папарацци просто нажимает БКБ, чтобы спасти Сеори не особо пробивает, спрятали его в астрал Хороший статчик от Ланэма, а дальше Шторм Можно засейвить людей, хоть кого-то Хоть кого-то еще можно засейвить Ланэм Ланэм тоже здесь погибнет Только-только появился Даггер Даблкил от Айс, Айс, Айса, но все круто скомбинили Ну ничего не делает абсолютно Омни Найт Его накрывает, не дают никакого шанса Омнику подставиться Омник должен все-таки стоять где-то за спиной Мы видим вторую драку подряд, нас ловят Элевена Очень похожая ситуация на Мидгейм, когда он играл на Медведе Когда его ловили и быстро убивали И ничего не мог сделать Здесь абсолютно то же самое, мы видим две драки подряд Омни Найт не успевает ничего дать Абсолютно не ультимейт, не берификейшн И выигрывается драка в ноль Плюс там уже забирается Рошан У Тайда появляется Гардиан Грифс Тайд может еще больше боковать сейчас И Минески захватывает преимущество в этой игре Смогут ли довести до ума? Небольшое преимущество Но реализовать его есть То есть имеется ОД Пока с ТБ они справляются По крайней мере до появления там Блокинг Бара Никс покупает себе Мидасик Ого, какой наглый этот Никс Аганимчик наверное хочет Это абсолютно логично Он уже понимает, что как ни крути Эта игра на 27-й минуте не закончится Минески не смогут там зайти на хэкграунд и всех поубивать Скорее всего игра выйдет опять-таки в лейт Причем в серьезный лейт И с этим Мидасом можно будет очень хорошие вещи приобретать Уровень, да, золото Это все приятный бонус Так, АСС получил 15-й Жаб с 9-го тоже наверное надо сейчас кинуть Мидасик Получить 10-й уровень Вот я с Форстафом Даггером Да, вот он 10-й 60 золота в минуту Мидасик плюс ГПМ Ну вот и сейчас пойдут денежки у них саут Мы видим со Слордаром у них сейчас фактически равные ГПМ Ну и Нетфорсы 4300, там 4500 Ну то есть было 4300 вот до этого Юза Мидаса Ну и посмотрим как это будет на 32-й минуте Какая будет разница Я думаю разница будет существенная Главное Тоже 10-й взял Ну точнее 10-й чуть раньше взял Тарк Талант сейчас взял Снизу под фармит он немножечко Ну и он диск хочет купить Дорогой айтем, но поможет ему конечно же Ну СФ что? СФ Первым против Ну понятное дело, что нам надо как-то выключать Тайтхантера Ну не знаю, это как-то стремно Стрёмно, согласен Тут даже Сильверейджем его убить очень трудно с Грифсами Так что не факт, что поможет Т2 упадет Никто дефать сюда не идет Тайтхантер на подстраховке Реведж уже имеется Ну и вот тут подходит Айсайсайс Подъезжает сюда Катапульта И вышка достается Тайтхантеру У нее и так вроде как хватает Да ничего, какая разница кому? Все нормально Айсайсай знает, что делает Подпушил линию здесь Ори Понятное дело, вышку не заберет Как-то наверное со следующего захода Это все золотой запас для Вичи Гейминг Все вот эти Таура, которые стоят Еще пять внешних вышек стоит Всего одна осталась у Вичи Ну и преимущество 2000 говорит о том, что Хорошо, хорошо фармят Вичи Гейминг Как ни крути, несмотря на ужасную драку Две минуты назад С фармом них дела приятно Тайтхантер продолжает превращаться В такого сиандерлорда прошлой игры Худ оф дефайнс в нее появляется Да, очень похож Очень-очень похож Ну и способности к этому Предрасполагают Да Так, ну что Муши, пятнадцатый Тыщенка на руках после пики Выход на него Ай, поймали по дороге Спалили и Муши бежали Муши бежать, Муши куда забежишь Все поздно Он не знает Хорошо Ушел из дайгера Хорошо А контратака какая-то будет? Есть Джабс Ну, они должны понимать, что Джабс уже бежит сюда Да, поймали И опять очередной раз убивают Самого важного героя Для драки, для массфайта Ну и без него, понятное дело Вичи драться не могут Минус два Ну тут молодцы Тут просто молодцы Ганг шел от Вичи Спалили по дороге Муши все классно сделал Замансил, сделал блинкаут И он уже в миде фармит А два героя Вичи Гейминг отдыхает в таверне Как только у Муши появится БКБ Начнутся проблемы То есть там хватает физ урона Понятное дело Вичи Гейминг и ТБ в форме Там и Слардарчик И СФ все через минус армор Но не так просто будет зафиксировать его на месте Потому что не пика имеется Подходит сюда СФ Можно попытаться взорвать Не выходит Уходит на лоу граунд Здесь ОД И на этом как бы атака закончилась Ответный смоук Очевидной выход Сейчас пытаются поймать Видит Ори Нет ультимейтов дизатор Нет ультимейтов дизатор Это важно Ори Пытается отбежать Ори Копнули Ори Пока еще живой Ори Сможет ли что-то сделать Он сайлент И пока глимсует его Ори Не успевает ничего сделать Очень круто скомбинили Там и подкоп был И потом сайлент своевременный От Муна Пошли до сты Но никого здесь не засветили Скан есть Ну Как-то так все просто У Минески получилось Они сделали тут какой-то один фраг Потом два фрага в своем лесу На перетяжке Просто в тупую забежали Без вижена Нашли Террорблейда Ну на самой очевидной точке Сделали еще один фраг И в итоге они заходят на хэкграунд Уже Огул с экзорцизмом Элебен Проблемы могут быть Нет Элебена все-таки Не туда глимсанури Ну зафокусить пока нечем Пока нечем Экзорцизм работает Т3 так может упасть Папарацци Начинает грызть муши Надо засевить Есть форстаф Раживаются грифсы Айсайсай В БКП папарацци Наверное надо Сейчас будет нажимать Ультимейт Но ждут когда закончится У нее все-таки действие БКП Вот он пошел Не спасет здесь Ни в коем случае Ужасно Ужасно все От команды Вичи Гейминг Ничего не получается Фенрира тоже убьют Террорблейд появится Только через секунду Да и что он сможет сделать Прыгивает Ланэм Пытается как-то Выиграть время Ну бараки Бараки Они конечно надэпили Ну как же много Финансов здесь было потеряно Да Байбэк от Шадл Демона Это не страшно Но то что опять убили СФ Убили Он не найт И он потратил при этом ГА Не обязательно так далеко Кстати отходить Можно сейчас докупить айтем И возвращаться на хайграунд То есть по откату Экзорцизм Единственное то что Вот ОД конечно потеряли Это неприятные ситуации Но в остальном Все для Минески Очень даже Неплохо Супер неприятные моменты Вот В каждой панте Случаются у Элевна Никак он не может помочь Своей команде И уже три драки Я думаю ожидает Какой-то помощи А там не найт Но мы увидели Сейчас ГА Поздно Да Статик Шторм Сайланс Зацепили Ну и сейчас подкопчик будет И это минус Ланэм Пайп тем временем появляется 5000 преимущества Уже у Минески Напомним Т3 снесли Бараки там стоят Бараки не донесли БКБ у Муна Появится буквально Через 30 голды Будет у него БКБ уже И долетит оно до него Что с ним делать Когда он будет в БКБ Когда будет работать Следующий экзорцизм Я затрудняюсь Ну вот и Ори тоже Скоро будет с БКБ Чуть-чуть остается И с ним тоже будут проблемы Все-таки в форме Он будет наносить урон Он будет стрелять Из блэкинг бара Его сайлансами Так просто не заткнуть Разве что Опять комбинить Нападать И не давать вообще Не нажать ни одной кнопки Но это сложно Но это сложно Если честно Никс Медасик работает Уже почти 15 уровень Понимают то что Скорее всего Это иллюзия Конечно Можно продавить Т2 на ботами Хантер начинает Клупать Шрайн Нормально Да ничего страшного Других занятий у него нет Все равно нужно ждать Кулдан экзорцизма Осталось там буквально секунд Я думаю Все Все Вот он На центр Жапс Подходит Вид 11 Сейчас только закончится Репл Он кстати может попробовать Или нет Хватает Хватает Таймера Так купил все таки Ори сейчас на террорблэде Блэкинг бар Ну и наконец то Илевен покупает Блэкинг бар Без этого он Ну вообще никак Не может здесь выжить И вот сейчас Возможно Будет шанс в драке Они проигрывают Не так уж и много Хотя для 30 минуты Это много Но мы уже видели В этой серии Когда Минески Вели на второй карте 12 тысяч В районе 30 минуты Ту серию Минески Ту карту Минески проиграли И вот и Блинк У Тайда Также появляется И бежит Илевен Единственное Не в смоке Но ничего страшного Найдут кого-то Или повернут не туда Не уже разошлись Разве что Ботом зацепит Каким-то чудом Прожимается Инвиз Баншу 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 бы зацепить Вот она Вот она Папарацци Дает инфу Что здесь Банша Ребята Давайте ее убьем Вот так вот В итоге они знают Что нет реведжа Пошел к Аразе В кейс Пытается Ланем сейчас будет блинк Сейчас будет блинк От Ланема Нет Боится Правда непонятно чего Реведж это потрачен Выиграли сейчас Немного времени Наверное хотят использовать Его с умом Просто забрать на один Это шикарно Слушай А Муши Почему А вот это Убить Это очень хорошо Муши есть Фростап пытается На развороте Здесь же Тавер прыгает А если сайс Ланема Продали Просто продали Да продали Ланема Действительно БКБ немножко поздновато Пытается жить Бьет Муши по спине И Левен И Левен дальше гонит Тут же Ори у нас Перебежал Нельзя бить Тайтхантера Надо бить Муши Муши отгоняет Есть грифсы Помогает Тайтхантер Всевышний И Левен дальше за ним И Левен дальше за ним БКБ также у Муши Муши на развороте Прячет И Левена Драка разделилась на две части Муши с Левеном Дерутся в одной части Здесь уже Ланем Вернулся сюда Пытается убить Джабса Да Джабса убили Там тем временем Погибает все-таки Левен Он не смог победить Муши Муши Вот он на хайграунде Уже наваливает по Ори Ори глимсует Ори пытается отбежать Ори пытается также Побить по Тавру Ланем Стан по Айсайсайсу Айсайсайса Надо убить Убили Айсайсайса И Муши остается один Муши остается здесь один Пытается убежать Ланем за ним до конца Нужен стан Сейчас от Ланема Муши прячет его Папарацци здесь же Нет никакого форстафа Муши таки ушел Из этой драки Но файт Выиграли ребята Из Вичи Гейминг Опа Ланем За Ниджабуги Тут же Мун Уже появился И Ланем тоже может пострадать Папарацци в инвизию Как больно Все-таки брейк Эта штука очень серьезная Как ни крути Папарацци нужно постараться уйти Папарацци БКБ А Муши вернулся Сделал фраг Муши Муши и Папарацци делает Типаут Сбить нечем Да БКБ работает БКБ закончилось И Папарацци отсюда явно не уходит Это трагедия Они выигрывали драку до этого момента До этого момента да А так Банша сейчас получает 20 уровень Считает Там чуть-чуть остается Ладно не чуть-чуть Придется еще чуть-чуть дофармить до Шивы И вот после этого уже будет Сложнее намного Все-таки замедление Армор А тут все на него идет Да СФ нанес 6000 урона в этом файте Но заработал не так много денег Да ну и Муши красавчик Жил абсолютно весь файт Убивал Прекрасно Прекрасно отыграл Муши в этой драке Нечего даже добавить Большой молодец 2-3-1 У него стата Очень много на себя внимания Он вытаскивает За ним бежали Через всю драку Соответственно 11 погнался там дальше За Муши и умер 11 Сложно ему дать хорошую оценку Его игры Сегодня Потому что Не хватает от него Вот того Что наверное ждут От каждого Амни Найта Чуть-чуть не хватает Но у него все впереди Брингдаггер покупает Ори Можно будет тоже инициировать Быстрее врываться в драку Преимущество В районе 8к На 32-й минуте Это третья решающая карта полуфинала Напомню это Венеран Никто не вылетает Проигравший Просто попадает в яму с медведями Это не грея Ну я визуализировал Не очень хотел бы Лучше сразу наверное на вылет Как-то чем в яму с медведями Вот у тебя там уже ждут Ты как кормежка падаешь Найдут 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 они Но это шадоу демон Это не столь интересно Шадоу демона быстро убивают Интеллект на нем набили Можно сейчас продолжить Экзорцизм имеется Третьего уровня Больше 8 тысяч Все-таки преимущества Уже сейчас Минески мне кажется Готовы Рошан Рошан есть Будет ли тратить на него Ультимейты Вот он ждет Мун Так убивает тележку И в эту секунду появляется Рошан Падай на голову Давай падай На Упал Ну где он Вот он Он из земли Появляется Появляется И сразу начинает Месить Айсайсайсайсайсайс Что вообще происходит Ну что Вичи Надо А как Не знаю Но надо Не мне кажется Не надо Ты-то всегда Вот этот Замес на Рошане Я забыл В любой ситуации Беги на Рошан Да У меня есть счетчик Людей Которые погибли на Рошане Счетчик команд Понял Понял Столько молодых Пацанов Там полегло Значит странно То что Рошан Не коллекционирует Были бы у него там Бейджики команд Я угробил этих 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 Нави Там вот это И под ним счетчик 24 раза Да-да-да То что надо Вот это Вот это Кстати прикольная Тема Для статсмена Такая информация Типа Начинается там Стояние Рошана Стояние надпись Типа Нави закинули Свои игры 28 раз Вегас Скинули свои игры 34 раза на Рошане И так далее Мы бы знали Ой Глимсанул Среагировал Очень быстро Нинджи Буги Не позволил Сфу себя Расстрелять с руки Хотя там буквально Еще пару тычек И отправился бы в таверну Ну кристаллис Уже имеется у Сфа Хороший айтем На буст дэмэджа Ори Репел отбегать Но тут же страхует его Омни Найт Прилетает сюда ОД Тайт Хантер Пошел Ори Репел закончился А дальше что? Он преследует Но поймать не могут Ну ладно Хорошая позиция Станчик пошел Сф взрывается Ментально выключает Исфайт Аниксану И драка продолжается Нинджи Буги Расстреляли Айсайсайс А смысл? Айсайсайс Ничего не сможет здесь делать Поэтому он не кастует Реведж Понимает, что он здесь бесполезен Встречает его Ланэм Ну надо допить Надо его допить Самое главное Вот он Реведж И умирает после Реведжа Это неприятно Муши может убрать Ланэм А да, убрал Ори здесь же С Муном Будет ли продолжение драки Нет, не будет А добра до брони Еще 3 в 1 И там Реведж был потрачен Папарацци Может продолжать Пуш Там Пурификейшн есть Да, подхилили его Все замечательно Вичи опять отыгрываются Вичи показывают Что сдаваться они не собираются Эта команда Вот как говорил Артур У нас На предматчевой аналитике Эта команда Очень классно играет В лейте Они очень классно дерутся Классно нажимают кнопки И Это действительно весело За этим наблюдать В лейтгейме Поэтому до лейтгейма Конечно Наверное Не хотели бы Дотягивать Минески Ну и что делать Что делать Как бы Уже 35 Террорблейд Продолжает разгоняться СФ делает больно Очень больно Пока Дальше конечно Я думаю Найдут Решение этой проблемы Финриер Зацепили Пошел Сайланс Ну все Порвал Сифон Продолжать Смысла нет ТБ Си БКБ Даггер Будет собирать Дейдаус Интересный выбор Играть без бабочки Хотя бабочки По мне смотрят здесь неплохо И он диск появляется У Слардара Теперь еще проще инициировать Ничем не рискуешь почти И СФ собирает Сайланс Но Блатторн Дело будет у него Немножечко попозже Тоже хороший артефакт И я думаю Вичи уже понимают Как именно нужно Им сейчас действовать То есть вот такие вот Врывы Вот такие вот заходы Моментальные Моментально прожатые БКБ А потом деремся Это то что надо Дезраптору нужен Огоним Это в принципе Аксиома Но здесь он Прям вообще нужен Должны за этим Поформить Оставляют Сентриварды Он не пустил дальше Ни катапульки Ни крипов Будет все это сдувать Ну что Контратак какая-то Муши Запрыгнул в наглую Они далековато ли Но забить-то нечем Да Улетает отсюда Умнинайт Заставил его Просто делать телепорт Но ничего страшного То есть он БКБ не потратил Ну да-да-да Так что это небольшая проблема Топьется сейчас на базе И все будет в порядке 23 левел У Муши Солар Крест на подходе У Айсайсайса Курьер пока мертв Там во время той самой драки Где минус 3 сделали Вичи Гейминг Еще и Курьер Команды Минески погиб А вот летит уже Блаторн Летит уже Блаторн Папарацци Папарацци Становится еще опаснее 23 левел На 25 Папарацци Получит еще один Очень хороший Талант Но на 25 Нужно добраться Ну непонятно Кому сейчас активнее действует Наверное Все-таки Вичи Гейминг Активнее действие Они проигрывают Нет Т3 Там стоит еще целых Три вышки Тир 2 Которые нужно забирать А я бы с ТБ фармил Вот прям никуда не шел Просто фармил Да у ТБ уже и так все хорошо Нет предела совершенства Как говорится Так ну что Атака готовится у нас В смоке Хороший скан Крадутся Можно в принципе Даже на хайграунд Подняться Если у сейчас Походить рядом И не спадает смок Да 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 Это прикольно Но сейчас спадет Спадет смок Ой как хорошо Ну и дальше продолжать Так ой 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 Это никакого продолжения Здесь просто разнос Моментальная реакция На то что спал смок Это врыв вслепую Я бы сказал Ну тут вард поставился В последний момент Но это просто разнос Но варно ставлен уже после врыва Вау Просто моментально Сайленс Рэвич Санитис Эклипс Все туда заходит Шансов никаких Терерблейд Пытается как-то отбиваться Терерблейд Сейчас будет много иллюзий Барак надо хотя бы добить Второй Барак второй Не добили к сожалению Чатс А еще смеш Глимс Подкопать бы Ставится фил Тори отступает Отсюда получает репел Ну и все Открывать под репелом Уже не интересно Два байбека Два барака Как же красно они все сделали Ну еще и фрагнала Неми Великолепная комбинушка Вот это то что надо Так как надо действовать В массфайтах Минески конечно показали Сейчас Как же это быстро было Никто не успел среагировать Даже не догадывались Это вообще шок был То есть ну ты стоишь Смотришь Пропадает смок Думаешь сейчас отступят На форстафах отъедут И все И тут просто вот этот врыв На хайграунд Так это ночью Они еще и не видели Скорее всего Так это вслепую был врыв На хайграунд Абсолютно вслепую Да 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 Но я имею ввиду Что Вичи тоже не понимали Что сейчас на них будут врываться И это конечно было очень весело Да Они еще так кучно стояли Под этот ревейш Вот все получилось так как нужно Казалось бы Блин ну толку с этого Ревейджа в этой игре Довольно маловато будет Там БКБшки Все дела Но Вот так вот Вот так вот вышло Дэм Террорблейда конечно И СФ Сложно победить В ровном бою Но вот в таком бою Можно Папарацци пошел Папарацци пошел 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 Видит Тайда Так Тайда надо взорвать Тайда но это не проблема Накрыли Папарацци Ланем Ланем Майон диск Нормально пока поживет Но недолго Джабс подкопали Тем временем у нас Пытается быстро убить Шедоу Демона Его убили И Левна поймали И Левна поймали Есть конечно Еул И Левен Может под репелом Немножко побегать Но должны его провожать Должны 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 Прыгать Сейчас закончится репел И он нажимает БКБТ паун Хватит демджа сручить Не 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 Они его просто не видят В последний момент заметили Но это не важно Они забрали двух героев Пытается убить курьера И убивает курьера Здесь муж И еще 175 Уже 11 тысяч Ломать шрайны Сходить наверно Хэграунд Просто накурошаем Нески По экзорцизму Должен быть Секунд через 15 Насколько я понимаю Этот самый экзорцизм Да 14 секунд И Солар Крест Тут Ждем 10 секунд Можно зайти еще до экзорцизма Немножко побить здание Почему бы и нет И 5 На центре драка Я так понимаю ОД бы кует Да Он просто развлекает людей Чтобы они сюда не подходили Классно муж играет Пошел экзорцизм Вторая сторона 12 секунд 12 секунд до появления 10 секунд до появления Ланема И Сторона упадет Да Сторона упадет к этому времени Это факт Но остается только один лайн Топ Минески Почему второй брак не добиваем Страшно Не хотят рисковать Не хотят рисковать Оставят крипочком Догрызут Очень хочется на интернешнл Очень хочется Ну Что ты хочешь Минески Сейчас играют просто великолепно Да То есть Эти АОЕ врывы Притом В группе В группе Они играли настолько Сыро И не очень Ну Статистика Была хорошая Ну да Но все равно Это было не то Немножечко Ну Действенно Действенно Да Они и сейчас играют Знаешь так Медленно Размеренно Все три карты То есть Никаких там Моментальных реализаций И преимущества Ведь там 5-6 тысяч нет Как это любят делать Какие-нибудь Ликвид например Или еще кто-нибудь Там получили Какие-нибудь барабаны Меку быстрее И пошли Реализовывать Так ну что Смог Папарацци Выходит Будет стычка У нас скорее всего Есть скан Все прекрасно Понимают Здесь Минески Имеется Ревач Но нет экзорцизма Из-за этого наверное Драться не пойдут Книженцию Покупает у Д Да и да У вас появляется на ТБ Не смогли Не смогли Вичи Им нужна сейчас Какая-то внезапная драка Вот как они делали В миде Там минус 3 Каких-то сделать Но Если они не получат В ближайших пара минут Их зажмут на базе Их зажмут на базе И просто задушат Очередной раз С экзорцизмом А скоро там будут Еще 2 экзорцизма Каких-то И Если ты нападаешь Есть на подстраховке Тайтхантер Которого Ну Вы понимаете Что тоже не убить Но есть муж Который умеет Очень классно В драках себя вести В общем Супер сложная ситуация Для Вичи Гейминг Посмотрим получится 15 секунд Рошана Самое оно Ну Для Вичи гейминг Наверное Экзорцизма нет Если быстро заломиться И через форму ТБ Забрать его Может быть Это даже Подарит им Еще немного времени На фарм Тогда экзорцизма Тоже там секунд 20 Остается Сейчас 25 Нормально Нормально Есть время Вот сейчас 20 секунд Погнали 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 Давайте Пацаны Надо Вот если они дают Дают этого Рошана Все Это поражение в серии Это конечная Да 100% Если этот Рошан Достается Минески Они проигрывают эту игру Что Ори будет лететь Сейчас отпушил Надо лететь туда К своей команде Рошан уже вышел С Рошпита И тусуется Все Ори побежал пешком Ну что Вичи Будем заходить В Рошпит Или будем развлекаться Мало Омника Обычно мы видим В верхушке Нетворца Омни Найт Сейчас он находится Четвертый снизу Это проблема Папарацци Есть руна Хасты Забирает ее Тайтхантер Никто не стал На нее врываться Понимая то Что будет под сейф От ОД И дальше он выйдет Даст Ревидж Ну агриться на Тайда Вообще нонсенс Ой-ой-ой Поймали папарацци Папарацци гашек Папарацци БКБ успевает прожрать Развели на БКБ Сейчас можно отступить Ну драка пошла Драка пошла Так Джабса Пытается убить Джабс Пока в БКБ Но не помогает ему Это Джабса убили Что дальше Двух Блэкинг Баром нет Ну двух Блэкинг Баром нет Ну там Гашечка есть И стрёмно врываться Все-таки Ну Минески я думаю Будут ждать Никса 60 секунд Будут ли пользоваться Вичи Гейминг Тем что они использовали Форму и Блэкинг Бары Вообще дабл дэмэдж Есть на Оре И Рошанчик Ты бы рассыпался Наверное очень быстро Ну под Калазирхейзом Однозначно Под папарацци А вот так вот Вот так вот погнали Ну спалили Крипчик стоял в Рошпите Все прекрасно Понимают сейчас Минески На страже стоит Айсайсайз Лакос Спасибо тебе большое Метаморфоз 18 секунд Мы и не догадывались Что заканчивается Метаморфоз Да я не знал Если Блакос не кликнул Информатор Главный Так Ну что Появляется пика Утб С ГАА Готов Если что Ворваться Не знаю Кто будет первым Инициировать В идеале Конечно ворваться С Тайдхантеру И дать ревейдж Пока БКБ В КДшечке Плюс 3 урона С души У СФ С руки Теперь прям так Больно Хорошо Лидит 450 дэмэджи У него Был торрент Шансы на криты Там и так далее Круто Не в драке Шанс есть То есть тут Тут Ничего пока Не потеряно Но вот на этом стоянии Минески выиграет Потому что нужно Сплит пушить Нулифайр прилетел Хорошо Ну вот у СФ В принципе уже Набор который нужен Ему для драки У Ори До метаморфоза Еще очень долго Ну что Будут заходить В Рошана Прожимается Смоук Подходит Тайт Прям наглеет Аркейн Руна Ее можно оставить Конечно же Банше Лишний сайланс Лишний экзорцизм Вот сейчас как раз таки Он используется И пошел фарм Рошана Айсайсайс Просто зонит Хексумуши Как же это вовремя Ну что Сейчас будет решающая драка Скорее всего Этой серии Смотрим Под Солар Крестом Очень быстро падает Рошан Невероятно быстро падает Рошан Побежала иллюзия Про человека сколько хп Видят Видят сколько хп Запрыгнули Пошла драка Ори Пытается бить муж Реведж Реведж зашел только Поланэм Потому что Сталь были бы в БКБ В Рошпид заходит Там Минески Забирает все что надо Ну и тут погибает Сейчас Первый герой Команды Вичи Гейминг Это Элевен Ну и дальше Погоня за остатками Финрир тоже в таверне Не смогли ничего сделать Вичи Формы не было УТБ И Омни Найт Просто зашел пешком В Рошпид Получил Три тычки А то до этого хватило Да убьют здесь Скорее всего Дизраптора Ничего страшного Не произошло Папарацци сделал фраг Дизраптор тут же Выкупается Для того чтобы Зайти на хайграунд Под аркейн руной Были использованы Все спалы Да сейчас будет новый Ну да 40 секунд Ну 40 секунд Слушай Ну да Омник 60 Ну топ Ити ломать Просто в тупую Ити ломать топ И не понимаешь Что до формы Есть еще время Аэрофрешершард Имеется у ДП Тем более Да Можно юзнуть час Потом еще раз Можно юзнуть То есть это вообще Не проблема Есть байбэк А то мне на это Можно отступить СФ Что не хотят Не хотят использовать Рефрешер наверное Все таки 40 секунд Это проще подождать Но хотят дождаться Сделать 2 Да 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 20 секунд Осталось нет А можно так Канзлу вообще отдать И сделать 2 ревча Ну да Это победа И то и то Собственно Супер супер страшно Поглядим Какое решение Будет принято А еще же Эгис есть Можно юзнуть Умереть Потом БКБ Не знаю Смотришь Преимущество 20 плюс тысяч И вичи гейминг Очень сложно Они не могут провернуть Какой-то удачный файт Экзонцизм Дает эффект Руны ускорения Быстрый Быстрый будет очень Мун Я вот сейчас Прям вот Не завидую Не завидую Ребятам из вичи Второй хекс Появляется у Минески 2 хекса Рефрешеры Аэгис Сыры Все ульты Неубиенный Тайт Вот этот Невидимый Никс Очень 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 Качественный Подбор Героев И Айтемов Сейчас Хотят провернуть То же самое Но нет 30 секунд 30 секунд Еще до реведжа Так что То же самое Не провернуть Сырова на хайграун Вижу смысл Мне кажется Надо заходить Включать Экзорцин Просто Бить здание И все Ну Хотят Подраться Будет Сейчас Крепочки Зашли На хайграун Дам Бэкдор Протекшн Отключается И можно Пробовать Можно Дождаться Еще Крепочков Потопу Ори Есть экзорцизм Есть виндетта Все необходимое имеется Папарацци Нагло так стоит Слушай А чем Боятся Папарацци Еще Там же Грыс Дайгер Есть Надо отвлекать Надо отвлекать Вот Мун пошел Экзорцизм Папарацци Перетянулся Уже снизу Глиф Потрачено Запрыгивает Ори Просто Рефлекшн Ну И что дальше Надо врываться Т3 Т падает Так Ланэм Ворвался Долстан Отбежал Тут же Спасли Папарацци БКБ Слишком рано Ой-ой-ой Ну и все Папарацци Остается без БКБ Теперь Айсайсайз В деле Он просто идет И давит Своим видом Мега крипы Совсем скоро будут Хотя ладно Оранжевый барак Еще имеется Пошел Хекс Айсайсайз Тычка Сори Начинает настреливать По Муну Он слишком толстый Айсайсайз Здесь тоже не пробить Все на хайграунде На форстав Уехали Айсайсайз Пошел Рэвидж Зацепил четверых Прожимает цыган Ну а то Ультимейт А то Д Сколько же интеллекта Он наворовал Но это расстрел Это просто расстрел Есть байбэк от ТБ Но формы-то у нее нет ГГ пишет Ланэм И Минески Проходит Вич и гейминг Да Минески в финале Винро Минески минимум В топ-3 мажора Уже невероятно Крутой результат Для них Прям супер результат Никто этого не мог ожидать Я честно скажу Что я не ожидал Что Минески так далеко заедут Я даже писал недавно В твиттере о том Что с такой игрой Минески В ближайших На ближайших мажорах Топ-4 точно не займут Но вот оно Топ-4 на мажоры Уже имеется Финал Винро И в этом финале Винро Завтра они будут играть Против еще одного Китайского коллектива Против LGD Это будет весело Доволен-доволен Джабуги Все нормально Айсайсайс Его великолепные Вьетнамочки Которых мы привыкли Наблюдать Дэрила На всех турнирах мира Ну и Вичи гейминг Падают в Узра И завтра Рано-рано-рано Утром им играть Против Virtus.pro В 5 утра Это игра Если я не ошибаюсь Virtus.pro Будет играть В 5 утра По Москве То есть Соответственно В 10 утра По времени местному Шанхайскому Virtus.pro Сыграет Вичи гейминг Повтор финала Мейджора 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 Мейджора